Вы игнорировали рассмотрение этой ситуации, ваше участие вы проигнорировали на комиссиях, мы вас приглашали, особенно проигнорировала комиссия по транспорту, которая вообще должна была стоять за тарифы горой и за их прозрачным. К сожалению, никто из вас пальцем не пошевелит. Мы не собираемся вас тут яйцами закидывать, мы ведем абсолютно законную борьбу за свои права и хотели к вам обратиться. Вот мы идем в суд. Ваше бездействие, люди теперь платят за проезд, будут платить повышенную стоимость и еще нам надо идти в суд. Вы идете кто-то с нами в суд или нет? Или вы примите решение, у вас есть такое право, как аннулировать решение исполкома, принятое в пятницу. У вас есть закон на это право. Вот, пожалуйста, ответьте. Кто с вами идет в станет суд, если вы считаете, что тарифы экономически необоснованные, поддерживаете людей. Мы хотим, правда, посмотреть, что заложили в экономическую составляющую тарифов. Мы хотим, чтобы, наконец-то, зарплаты у работников ТТУ были достойные, а не у административного персонала работников ТТУ, которого... Так оно же одно другому противоречит. Мы не противоречим абсолютно. Мы хотим электронного билета, Вадим Сергеевич. Этот процесс в других городах уже давно начался. В нашем городе даже решение не появилось. Вы все время рассказываете, рассказываете людям, как это, что это, какие-то цифры приводите. Где эти цифры нам проверить? Где? Вы же ничего, извините, не показывайте. И пусть, пожалуйста, господин Донев ваш расскажет, почему он сделал закупку дистоплива на 70 миллионов. Кто ему дал такое право, Вадим Сергеевич? Если у него расход топлива был на 20 миллионов в прошлом году, стоимость, извините, топлива, это вот реальная характеристика, насколько обоснованы тарифы. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу очередную манипуляцию со знанием людей. Я хочу сказать уважаемым жителям обратиться с такой просьбой. Что сегодня мы живем в преддверии, понятно, марта, еще и ноября, то есть выборы на пороге, соответственно, много будет политических и непопулярных заявлений или популярных на фоне того, что хотелось бы, конечно же, чтобы эти люди заняли какую-то политическую и сделали карьеру. Но я против того, чтобы любой вопрос, который сегодня связан с деятельностью городского совета, был политизирован. Это решение, оно обосновано временем и это решение обосновано тем, что за этим решением стоят вот реальные люди, которые также сегодня в зале, как и вы, пришли и хотят сегодня нормальной заработной платы. Напомню вам, что сегодня коммунальное предприятие, которое мы с вами три года развивали, инвестировали в него больше 200 миллионов гривен, приобрели 120 единиц техники, которая сегодня ездит по нашим улицам нашего города и оказывает транспортную услугу. И мы хотели бы, чтобы оно и дальше развивалось, чтобы наше коммунальное предприятие крепчало. Но я очень хочу, чтобы работали люди на этом предприятии с гордостью о том, что они работники ТТУ, чтобы они получали достойную рыночную заработную плату. И мы подошли к тому порогу, напоминаю всем, о той социальной ответственности, к которой мы пришли. Напомню, что предшествовало этому. В 2015 году, это последний год, когда город Мариуполь получал льготное финансирование в виде субвенций со стороны государства на льготную категорию персонала. Это 56 миллионов гривен. Мы последний раз получили в 2015 году. В 2016, в 2017, в 2018 год мы этого не видели. Мы приняли с вами решение, что те люди, которые отдали жизнь ценой своего здоровья, трудились на благо родного города, мы приняли решение, что мы данную категорию поддержим. Это 230 тысяч населения. Мы приняли этот социальный такой на себя вызов, а к этому нам еще добавили следующее, что льготное финансирование с точки зрения электроснабжения, электрогруппы, коммунального предприятия, коммунальной техники, было отменено это решение, что последовало в росту сразу тарифов в два раза. А он и так дорожает уже методично на протяжении последних лет, в год получается даже три раза повышается. Но мы сегодня проводим также и социологию. Мы в постоянном тесном общении с нашими жителями по поводу того, как мы двигаемся дальше. И жители говорят, что мы хотим, чтобы транспорт развивался, чтобы коммунального, подчеркиваю, транспорт остановилось в городе как можно больше. Это большой вызов на фоне того, что мы сегодня с вами стоим на пороге приобретения большого количества единиц техники. То есть мы сейчас говорим, что больше 130 единиц техники должны в 2019-2020 году быть поставлены в город Мариуполь, но ключевое, что это еще дополнительно 500 рабочих мест. Для наших мариупольчан, для ваших соседей, для ваших друзей, для друзей ваших друзей. И мы должны понимать, что вот транспортная модель управления, то, что нам сегодня дарят наши американские партнеры, это уникальный продукт. И мы хотели бы, чтобы в рамках этого уникального продукта и частный перевозчик также переобразился, то есть он стал другим. Но для этого доля коммунального транспорта должна вырасти, и она должна составить 70-80%. И тогда игрок, частный перевозчик будет выполнять те условия, которые сегодня будут продиктованы муниципалитетом. Это будут достаточно жесткие условия. И в рамках этой транспортной модели, в рамках нового процесса управления, я хочу и так будет, что у вас не будет разницы между коммунальным и частным транспортом. Вот так хочется, чтобы заработала транспортная модель в городе Мариуполь. Но еще раз подчеркиваю, что за этим решением стоит 2000 людей. Это наши мариупольцы, это рабочие места. И я подчеркиваю, хочу, чтобы новая транспортная модель, транспортное управление в городе стало предметом гордости каждого мариупольца. Что мы создали такое мощное коммунальное предприятие. Что мы сделали качественные условия труда для наших мариупольцев с достойной заработной платы. И эта солидарная ответственность 50 на 50, она продиктована сегодня временем, а не моим личным желанием. Я верю, что транспорт в городе Мариуполь будет работать и будет являться европейским транспортом. Спасибо. Пожалуйста, представляйтесь. Уважаемый Владимир Сергеевич, я хочу обратиться к уважаемой Лидии Владимировны и спросить, она живет в нашем городе или где-то витая в других областях. Дело в том, что вы оградитесь, Лидия Владимировна, как мы живем. Как мы жили раньше, сопоставить, что у нас сейчас есть самое ценное, самое дорогое для нас. Да, это транспорт, это жизненная необходимость прежде всего для нас съездить и решать свои вопросы на совещания, на семинарские занятия, на работу и так далее и тому подобное. Дело в том, что вы меня не перебиваете. Я вас очень уважаю. Имейте этику, элементарную этику. Я послушаю, у вас еще... Человек, ваших плакат, извините, немножко вас перебью. Вот по-моему, поднимите плакат, пожалуйста. А вот теперь поверните это к Лидии Владимировне, это к ней вопрос адресовывается. Пусть она с этим плакатом вместе с вами отправится в город Киев. Потому что монетизация льгот, если вы знаете хорошо законодательство, не сходит в сфере влияния города Мариуполя. Вы должны понимать. Я хочу продолжить, уважаемая Лидия Владимировна. Когда мы мучились, у нас не было транспорта. Я хочу говорить о тех наших пациентах, которые были без транспорта. И в Лидии Владимировне, мы не могли бы сказать, что это не базар, Лидия Владимировна. И учитывая то, что мы сейчас получили замечательные новые маршрутки, новые трейлер-бусы и в ожидании еще новые получения транспорта, я хочу сказать огромное спасибо команде, которая работает над этим. И сказать спасибо лично Вадиму Семеновичу за то, что сколько пришлось работать.